Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы, которые вы задаете. Так, вы пишете, значит, так, уже понимаю, так, как было и как, значит, как психологически в зрелом возрасте, значит, времени, если в голове вообще крутится не успела вовремя. Вера, в первую очередь, почему вы должны успеть? То есть у вас здесь такое ощущение, да, как будто вы именно должны. А если вы не родите, а если вы, например, там просто, к примеру, усыновите ребенка, то, что уже будет не то же самое, то есть, понимаете, здесь ваша идея, она в том, что я должна родиться, да, вне зависимости от того, хочу я, не хочу, есть с кем, нету, есть с кем ребенка воспитывать, как бы не с кем ребенка воспитывать, но это все как бы не важно, да, вот. То есть самое главное родить. И как бы вот то же самое, то же самое, ну я не знаю, конечно, но я не знаю, там, допустим, в какой же степени, да, вот. То же самое касается, например, например, семьи, то есть у меня должна быть семья, говорите вы, вот. Там, условно говоря, там, не знаю, хочу, не хочу, да, я чего-то, не важно, главное, чтобы была семья, вот. Ну, то есть это, как минимум, вот, идея всем, да, что вы себя, как будто, не знаю, заставляете что-ли, ну, заставляете себя быть с кем-то. То есть такое ощущение, да, что сами по себе вы себя чувствуете, ну, какой-то вот не такой, как будто бы. Да, ну, как мне кажется, вы более чем, как бы можете быть самостоятельны, вы более чем можете быть независимы и так далее, и так далее. То есть здесь, как мне кажется, есть вот этот некоторый такой страх, страх того, что если я, условно говоря, с ним, не знаю, не знаю, проведусь с семьей, вот, если я не возьму ребенка, вот, то с вами будет, словом там, говоря, что-то не так, да? Вот, и в первую очередь нужно на это обратить ваше внимание, потому что, ну, если вы посмотрите на это внимательно, то вы увидите, по сути, вы увидите, там, по сути, что вы здесь решаете, вот, некоторую, свою проблему, да, вот, но не, там, не, на самом деле, вы не сказать, что вы прямо готовы к тому, чтобы рожать ребенка из родителей, в семью особенно, если у вас это, ну, не получилось, вот, ну, то есть, если у вас, как вы говорите, не сложилось, вот, и мне кажется, это важно, мне кажется, в первую очередь, это то, на что вам нужно обратить внимание, да, то есть, вы пытаетесь это сделать искусственно, вот, вы пытаетесь это сделать через силу, вы пытаетесь это сделать, там, не знаю, условно говоря, потому что, ну, грубо, это надо, вот, надо из, понимаете, такая штука, вот, вот, как бы, ну, идея моя, по крайней мере, заключается в том, вот, что вам не нужно, ну, не нужно это делать специально, то вам можно, как бы, ну, быть собой, да, свободно общаться, там, с, там, ну, мужчинами, допустим, да, свободно общаться, там, с людьми, вот, и смотреть, с кем из них, вам, там, условно говоря, там, захочется, что-то, ну, вот, что-то, что-то построить, вот, то есть, если, вот, вы, ну, если посмотреть, да, на, вот, может быть, то, как вы устраиваете отношения, да, с, ну, вот, с мужчинами, то, может быть, как-то такие, мы увидим, мы увидим, что именно вы делаете, что именно вы делаете, там, то есть, ну, как именно вы это делаете, как именно вы устраиваете отношения с людьми, вот, и, соответственно, это уже можно будет, как-то, корректировать, вот, кроме того, продаются по какой-то причине, вы продаете значение, чересчур большое значение, семья, и чересчур большое значение было терапинку, вот, то есть, ну, это позиция, она достаточно, я бы сказал, уязвимая, да, потому что, ну, вы оказываетесь уязвимость от другого человека. Вместе с тем, вместе с тем, я, ну, готов, условно, предположить, что вы действительно можете хотеть в семье, вы действительно можете считать, что это то, ради чего вы, там, ну, грубо говоря, живете, да, вот, это вполне возможно, но у этого есть определенные последствия, у этого есть, грубо говоря, определенная цена, и, судя по тому, что у вас не сложилось, судя по тому, что у вас не получилось построить отношения с мужчинами, я думаю, что какой-то цену вы платить не готовы, и на какие-то диски, ради того, чтобы просто стать мамой, и просто стать именно, вот, женой, женой, да, вы не готовы на какие-то диски, ради этого, потому что иначе бы, иначе бы у вас уже все бы получилось. Поэтому здесь нужно посмотреть на вот эти претворечия, и, соответственно, уже исходя из этого действия. Дальше, как вы можете сказать, вы можете создать семью, изображать по поводу возможности времени и времени, целе время упущено. Посмотрите, какое-то, какое-то значение для вас имеет. Понимаете? Посмотреть, какое-то значение для вас имеет, и увидеть, что, по большому счету, значение, вот это значение, значимость данного, данного действия, да, вот, как вы пишете, значит, найти мужа. Зачем искать мужа? То есть, ну, живут-то не с мужем, а живут с человеком. Да? Взаимодействуют с человеком. То есть, ребенок, например, он вырастет и идет, а вы останетесь с человеком жить, ну, к примеру. То есть, вы ищете мужа. Вы не смотрите на, условно, там, на личность, да? Вы не смотрите, там, на мужчину, к примеру. И не виделся себя, сразу я слышал. А вы ищете сразу мужа. Ну, ведь с человеком нужно как-то до этого дойти, да? Нужно как-то взаимодействовать. В отношениях, если вы, условно, проявляете себя вот так, что я знакомился и сразу смотрю, например, на, ну, на человека, на, вот, вероятного партнера, как на мужа. Ну, это же очень узкое восприятие. Это же очень узкое, это очень такое, знаете, однобокое. То есть, человек, он же гораздо более многогранным. И что важно, вот еще, что важно отметить, это то, что именно вот этой многогранностью люди пересекаются друг с другом. Они взаимодействуют друг с другом именно вот этой многогранностью, понимаете? А у вас этого как будто бы нет. То есть, вы как будто бы сразу обращаете внимание только на мужа и только на то, что, вот вдруг я не забеременею, да? Вот. Но этим самым вы очень, как бы, сильно, как мне кажется, очень сильно, значит, снимаете свою ценность, понимаете, да? Вот. И это, ну, на самом деле, довольно, довольно, довольно серьезная проблема. Вот. Понимаете? О чем идет речь? Вот. Вот так. То есть, это то, что можно, можно вам, в принципе, здесь сказать. То есть, сами себя вы обещаете. От моего взаимодействия, взаимоотношения с людьми и мужчинами, в частности, сражаете до взаимодействия муж-жена, жена-жена, ну, потенциальная, потенциальная мужчина-жена. Вот. И, судя по всему, обесценивать все остальные сферы своей жизни. То есть, ну, действительно, если, вот, если вы, если вы не родите ребенка, ну, там, условно, сейчас, да? И, там, еще не какое-то время, если вы, там, не выйдете с вами, то что будет тогда? Что произойдет тогда с вами, да? Что случится тогда с вами? Вот, условно говоря, этот вопрос, но который, ну, который, наверное, наверное, вас беспокоит. Я могу понять, кстати говоря, могу понять, почему, почему надо вас беспокоит, но, вот, если посмотреть на картинку, вы пишете, хочет семьи ребенка, потому как, возраст 31 год. То есть, смотрите, только потому, что мне 31 год, я хочу в семье ребенка. А что в семье ребенка вам хочется? В семье и в ребенке вам хочется? Ведь, ведь семьи ребенка нет здесь, а хочется уже сейчас. Чего хочется? Рискну проположить? Вот, рискну проположить. Что? Давайте подумаем. Рискну проположить, что вынуждаетесь в безопасности. Вот. Вот я рискну проположить. Так. Вынуждаетесь в безопасности. Вопрос, на который я хочу, чтобы вы поискали ответ. Что вам угрожает? Что вам угрожает? Да? Ну или, что вам может угрожать? Что вас тревожит? Что беспокоит? Беспокоит. Вот. 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 Вот это. А на этом, на этом, на это, значит, вам нужно обратить свое внимание. Вот. Ну, потому что... В какой-то степени это, значит, составляет основу вашего поведения. Ну, на мой, по крайней мере, выклад. Вот. Дальше идем. Значит, так. Вы пишете. Ну, не сложилось и не замужем. Плюс проживание по поводу будущего, как подниматься, воспитывать ребенка. То есть, вы чувствуете себя не очень, не очень способны. Воспитывать ребенка, да? То есть, чувствуете, что, может быть, не потянется, не потянется там. И так далее. Вот. Ну, все равно, почему-то хочется. Вы пишете. Уже понимаете, что пора и готова. А как, как вы это поняли? Привык вы к одиночеству и проживанию по здоровью. Смотрите. Вот. Парадоксально, да? У вас есть проблема одиночества. А ведь одиночество – это дискомфорт со собой. Одиночество – это когда мне некомфортно со самим собой. И я не могу выразить себя, в том числе и с другими людьми. Вот это вот, как бы, одиночество. Ну, ощущение такое, острое одиночество, да? И у меня такое ощущение, что в замужестве и в, условно говоря, ребенке, вы хотите найти убежище от одиночества. Это с одной стороны. То есть, опять же, решить изначальную проблему того, что вы как-то вот себя не реализуете, вы как-то себя не ощущаете, вы как-то себя подавляете, вы ограничиваете себя, депривируете, изолируете. Вы это пытаетесь скомпенсировать за еще от ребенка и семьи. Почему-то вы решили, что в семье и будущей мамой одинокой вы не будете. Хотя, в таких случаях достаточно много. С другой стороны, с другой стороны, ну, ведь, если, там, вы одиноки, то есть, это у вас не складывается общение, да? Если, например, вы не очень хорошо общаетесь, скажем так, с людьми, мужчинами и так далее. Так, может быть, имеет смысл научиться, чтобы кратко научиться общению, научиться раскрываться, научиться проявлять себя. Чтобы мужчину привлечь, чтобы ребенку было что дать. Чтобы, ну, научить его какой-то такой вот, ну, изолированности, да? Какой-то такой, изоляционности от других. Вот. Дальше. А, поздравляю, пожалуйста, могу забеременеть, выносить. Знаете, вот эта вот история, она мне больше кажется про полноценность. То есть, если я не выношу, не забеременену, не выношу и не рожу здоровой ребенка, тогда же я не полноценный. Вера, ну, вы же, я надеюсь, задаете себя в том, что здесь в какой-то степени идея про вас. Опять же, про вашу борьбу. Вот. Это идея про вашу борьбу. Это идея про то, что вы пытаетесь как-то показать или доказать, что вы полноценны. Что вы, ну, такая же, что у вас всё хорошо, что у вас всё здорово, что вы, как бы, ну, что вы ничем не отличаетесь от, там, других людей, например. Вот. Почему-то единственный способ это сделать и почему-то вы считаете это способом и способом это сделать. Вот так можно. Ну, я не знаю случаев, когда изменение восприятия себя, да, и непринятие себя, непринятие чего-то в себе менялось от достижения какого-то. конкретного результата. Будь то, там, какие-то победы, будь то, там, определённые достижения, будь то определённый уровень достатка, будь то, там, какие-то люди, признания, слава. Ну, не работает это так. Не работает. Если лучше. А ведь изначально, когда подобные мысли появляются, изначально, когда они появляются, подобные мысли у человека, изначально. Они появляются у него не для того, чтобы исчезнуть. И подобные убеждения появляются не для того, чтобы, там, ну, не знаю, чтобы в какой-то момент прекратить, да. То есть, ну, грубо говоря, ну, всё. То есть, вот, я добился чего-то или добился, и всё. Нет. Подобные мысли, подобные убеждения появляются, как правило, в интересах других людей, авторов этих убеждений. И авторам убеждений, не важно, специально они, как бы это, ну, донесли до вас, не специально, не важно. Авторам не выгодно, чтобы они у вас исчезли. Поэтому они не исчезнут по достижению каких-то результатов. Они исчезнут только, если вы измените своё восприятие себя. Если вы начнёте интересоваться собой, своими интересными, своей жизнью, собой, но не другими. Пока вы интересуетесь другими. Пока ваша ресурсность, условно говоря, лежит за вашими пределами. Вы ребёнка и мужа и семья. Всё. А вы сами, как-будто бы нет, как-будто бы вы в этом нуждают. Ну, и... Как бы вы, я надеюсь, понимаете... К чему это может привести? Условно говоря, к чему это может привести? Мне кажется... Мне кажется... Мне кажется... Мне кажется... Что примерно вот так можно вам ответить. На этот вопрос. То есть, нет. На самом деле, я... Хотеть, там, семью, ребёнка, да... Это нормально. Сказать нас только хочется. Но... Насколько это приоритетно? Насколько вы это ставите в приоритет? Вот... В чём... Вопрос. И... На мой взгляд... Ну, вы... Ставить это в приоритет достаточно сильно. Вот... А... Как бы... Ну... Заменяя и подавляя этим... Другие... Другие... Как бы... Грани своей личности. Другие стороны своей личности. И так далее. Вот... А это неприемлемо. Потому... Вы себя обесцениваете... Таким образом... Таким путём... Такими действиями. К сожалению. Вот... Поэтому, в первую очередь, работать... А... И нужно именно с этими... Аспектами. А... Как? Вот... Вы спрашиваете. Как? Да? Я не знаю. А... Потому что... Нет универсального решения. Вы сами... Через работу с специалистом... Можете найти это... Найти это решение. Вы сами... Через работу с психологом... Можете прийти к этому решению. Но... Никто... Да? С вами... Как... Ну... Какого-то... Готового... Готовых инструкций. Вот... А... Скажите. Почему вы решили, что есть готовый ответ? На... На вашу... Как бы... Ситуацию. Вы... Не считаете себя уникальным? Не считаете себя... Ну... Индивидуальным? Почему? Как вы... Как вы... К этому... Пришли? Просто... Тоже... Постарайтесь... На этот вопрос... Ответить... Это... Достаточно... Важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго. Надеюсь на ваш отклик. Всего доброго. Продолжение следует...